В данном вопросе нужно все-таки ориентироваться на безопасность людей. Мы люди не специалисты, нам просто нужен тротуар. Возмущение жителей левого берега Тутаева можно понять. Они три года просили сделать им дорогу. Благодаря федеральной программе асфальтовое покрытие на улице Панино появилось. Но с тротуарами, разметкой и водоотведением возникла заминка. Саму дорогу хоть и приняли, но недостатки все же придется устранять. Сейчас мы в решении пропишем, чтобы все-таки проектосметную документацию сделали по новой. И тротуар, он должен быть в любом случае, где проходят работы по программе безопасной качественной дороги. Пешеходные переходы Ливневку обещают сделать в ближайшее время. А вот тротуары ждать не раньше следующего года. При этом на контрасте выглядит трасса Ярославль-Тутаев-Левый берег. Там работы идут с мая месяца. И обстоятельно. Предварительно дорожники расчистили обочин от кустарников, как того требует правило БКД. Расширили полосу и сейчас занимаются укладкой асфальта. Про замену остановок и установку тротуаров не забыли. То, что мы сегодня видели визуально, нарушений ни в технологии, ни в качестве работ не выявлено. Есть сегодня сомнения о применяемых материалах. Вот мы еще раз проверим, еще раз сделаем запрос необходимой документации с тем, чтобы убедиться, что действительно на строительстве и ремонте наших дорог принимается сертифицированный строительный материал. Ремонт дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идет сейчас во всех районах области. На обновление покрытия из федерального бюджета выделено почти 4 миллиарда рублей. Акцент мы сделали именно на региональной дороге. И в настоящее время более 40% дорог уже введены в эксплуатацию. А конкретно из 57 объектов это уже 19 участков автомобильных дорог. Практически все объекты сейчас на финальном этапе. К концу августа большую часть дорог мы должны сдать. Наталья Антонова, Георгий Иванов. День событий.